алё сага салам алейкум как дела салам аскар все хорошо вот только вышел от новостей ты как ясно ясно чего нового ты встретился с той кочевницей она наверно перекочевала куда-то уже буду снова ее искать два года ты приезжай нам нужно обсудить с тобой контент на ю тубе окей капец ты быстрый все потому что я пользуюсь авиасейлз поиском дешевых авиабилетов стоп они же нам не заплатили а да ну тогда так бро и че ты меня сюда позвал сага ты когда-нибудь где батыри сражаются верхом на конях показывает свою силу и ловкость где лучники соревнутся в меткости и могучие полуаны доказывают кто сильнее где ястреб приучают охотиться орла ловить добычу да готов я готов тогда поехали дорогие дамы и господа добро пожаловать в сердце казахстана прекрасный город астана где с 8 по 13 сентября проходят всемирный игры кочевников в атмосферу которых мы с вами окунемся слушай а где здесь ближайший кокпар ну я слышал там раздают бесплатно мясо ну то есть мясо не 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 как парадонациональный вид спорта они гастрономический фестиваль так ажам батута новый вид танцев нет это стрельба из лука на скаку у походу нам есть что рассказать нашим зрителям поехали очень много иностранцев уже на подходе к этноулу прям посмотрите этот район стал очень оживленным да еще они подходят и спрашивают как проехать сайт там стоят люди надо дорогу им перейти они завтра об этом детям внукам будут рассказывать подошли к двум казахам красивый модный стилей подошли спросили на все идем внутрь стенд паста сентра лиза hello it's wonderful to be here come to the u.s. всемирные игры кочевников это международные этические состязания по различным видам спорта в основе которых лежат народные игры исторические кочевых народов а игры кочевников это получается кто даже переселиться не это кто дальше проскатит завалит соперника попадет верхом на коне в цель и природит орла для охоты теперь ясно без прошлого нет будущего поэтому окунемся в историю международные спортивные события задумано и впервые реализовано кыргызской республики город челпон ата принимал международные соревнования трижды в 2014 2016 и в 2018 году 2022 игры прошли в турции в городе изник пятые всемирные игры кочевников прошли в астане с 8 по 13 сентября сентябрь это отсылка к празднику отмечающему завершение перекочевки с летней на зимнюю стоянку путь каравана с людьми и животными традиционно заканчивался на новой стоянке играми тоем и состязаниями меня зовут смогу партапай я приехал из города омска на игры кочевников я сам мастер изготавливаю сувениры и тюбетейки из экокожи ощущение непередаваемые события грандиозные я рад что казахстан проводит такие такое такие игры такое мероприятие мы находимся на одном из самых зрелищных событий это игра коп парк это командная игра где команды борются за тушу козла как вы можете увидеть с одной стороны кричат америка с другой стороны кричат казахстан счет 10-4 мы рулим в общем классно такой атмосфере очень приятно находиться кстати обычно они играют живой тушей козла но сейчас используют экологически чистый муляж еще раз на момент а если знаешь кто нужно вот такой гусской играть когда тутกвардлия 2 руками теперь в кадре и море 3 в Мы приехали в эти игры, потому что, первое, мы любим Централизию и Централизионную культуру. Это прекрасная возможность, чтобы приобрести много централизованной культуры в одном месте. Не только спортсмены, но и одежда, и люди, и вкус, и музыка. Казах Кыргыз-Биртован! Спасибо! Спасибо! У вас капец поддержка, да? У вас очень сильная поддержка. Здесь надо Луфманапа трек, как Каганапас. Мы сейчас поддерживаем не только кыргызов, мы поддерживаем вообще всех любителей культуру. Это не только кыргызов вдохновляет, это вдохновляет всех для того, чтобы... Всех кочевников! Всех кочевников! Обратите внимание на головные уборы просто. У каждого свои. Вот, допустим, ковбои, по-моему, прошли. Ой, шляпа. Кыргызстанские спортсмены теперь в колпаках, да. Да. У американцев Nike, NK. Девочки, это специальные, да, получается, докеры для игр вам выдали? Да. Да. Их только молодежь таскает, да, получается? Да. Их только для молодежи нам не дали. Да. Вот мужик не молодый. Хоузбек Эрчери. Атулых Охчлюк. Ну, либо Жамбы Ату. Названия разные, но суть одна. Друзья, мы находимся на месте, где проводятся соревнования по Жамбы Ату. А зачем мы здесь вообще собрались? Как думаешь? Мы все здесь собрались, чтобы соревноваться в дружеской атмосфере. Ну, и мне кажется, если бы я стрелял из лука, то я бы точно попадал в цель. Ну, и мне кажется, это был бы Жамба Ату, наоборот. Я пришел из Туркии, я его зовут Артан Аркеколу. В Казахстане, в Астане, в Астане, в мире гещёвые игры, я пришел в Атлу Окчулук таком, как коч. Атлу Окчулук? Атлу Окчулук, Хорспек Арчери. Я сам Атлу Окчулук, но сегодня я буду в Атлу Окчулук. Блин, я же попугай с пару не покормил. Надеюсь, он там не устроил бунт. Хотя он вроде разок научился открывать клетку, точно. А еще я забыл выключить утюг. О нет, утюг на рубашке, рубашка на диване, диван рядом со шторами, все. В моей квартире конец. А может, стоит извиниться и срочно домой? Но, с другой стороны, это интервью. Хотя, может, и правда никто не заметит, если я тихо сбегу. Ассаламу алейкум. Это казах? Мы говорим жахсы. 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 В узбекском языке, жахсы. О, о, о. О, о. О, о, о. О, 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 о. О, о, о. Я из Казахстана. Астана. А Саускария Сеул? Саул, Саул. Ага, окей. А, Сеул, Сеул. Сити. А, Сеул speak English? Да. А вы можете рассказать про свою деятельность? Извините, мой английский так плохо. Да, да, да. В каждом стране, используя свой традиционный бо и бо стайл, это очень хорошая экспедиция. А, окей, окей. А, вы любите? Биспромак. Да, да, да. Да, да. Я любил очень. А, пипец Кумыс? Да, да. А, я люблю. А, можно сказать, хеллоу Централизия. Хеллоу Централизия. Спасибо. Давай, удачи. Бейгей это невероятное зрелище, друзья. Позади нас конные скачки. Это один из древнейших национальных видов спорта у кочевников. Здесь важны скорость и выносливость. Я тоже готов участвовать, ведь моя лошадь всегда со мной. Знакомьтесь, ее зовут Хорс. Ты ее кормишь батарейками? Батарейками, ну и своим чувством юмора. А так, если честно, ты готов участвовать с профессионалами? Конечно, конечно, только если на твоей игрушечной лошади. Итак, друзья, это Откыр. Его зовут Откыр. Это национальный вид спорта охота с орлами, где орел выступает в качестве друга и помощника для охотника. Знаешь, у меня есть тоже свой хищник. Встречайте спарроу. Это попугай. Мал, да удал. Знаете, зато главный настрой. Хочешь подержать? Да нет, я, пожалуй, останусь со спарроу. Ну, как знаешь, какова красота, а? Фантастик. Реально интересный. Ты любишь хорс? Да. Я пришел, чтобы увидеть хорс. Из Австралии. Австралия больше кенгуру. Как кенгуру? Кенгуру. И паук? Да. Спайдер-мен. Бешпармак. Бешпармак. Да, да, да. Я люблю. Хорс, хорс. Я люблю в Казахстане. О, спасибо. Вы не играете в игре? Нет. Я как ец-хорс. Нет. Мне тоже. Окей. Вы очень милые. А, как красивые. You're so cute. Да, да, да. Как? You're so beautiful. А, cute? Cute. You're so cute. No, no, no. Oh, beautiful. Так, на играх кочевников обедаем, как кочевники. Обратите внимание, это узбекский плов, нам сказали, ташкентский. Казахский баурсаки и крыгерский чай с молоком. Все в таком красивом оформлении, шатер. Тюркская атрибутика. Важно, что плов нам приготовили прям на улице, на огне. Как острено. Да, да. В общем, будет вкусно, давайте пробовать. Все. И вот. Итак, позади нас находится место, где проводят дестерлек садукату. Что это? Это традиционная стрельба из лука. Вау. И сейчас мы поговорим с чемпионом от Казахстана, который выиграл золотую медаль. Сразу к чемпиону попали, получается. Это вот золото. Классно. Поздравляем. Поздравляем вас. Какой? Приз. Приз еще. Будет какой-нибудь? Ой, вова там. Квартира мой. Мы очень много. Делать так же. Хочешь поддержать его лук? Я хочу просто натянуть тетиву, посмотреть, как это. Попробовать, да? Да, потрогать эти стрелы, лук, в общем. И просто пожать руку нашему чемпиону. Поехали. Есть стиль. Тетива. Седло деватлет. Мы седло европейский. Мы не едем, но мы тюрекс-тюркский. Она седло деватлетом. Ага. Тетива седло, 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 седло. Казахстан. А можно попробовать? Перья к чьи перья? Каздыка. Каздыка, да? Садах-то. Бельнен стейс. А, ага. Вот здесь, да? Казахстан, бельнен стейс. Усос яхт. Казахстан, бельнен стейс. А, ага. Сындым. И вот так, вот так. О, крапис жесткая. Но ничего. Три саусах, это европейский стиль? Три саусах, это жалказахский стиль. Саус. Об этом есть. Что ты прежде всего о Казахстане? Я не знала очень много о Казахстане. Просто знала, что это странно, который был ростом и очень большим. Но я не знала, что с природой, или красотой, и с дикойом. И это было очень удивительно. Всем привет! У меня наряд Кимакской царицы. Кимаки проживали на территории Паладарской области в 9-10 века нашей эры. Это тоже очень важный тюркский народ, который повлиял на развитие тюркских народов после. Слушай, бро, мне кажется, что Астана давно не видела такого большого количества иностранных гостей. Кстати, я слышал, что более 2000 участников из более 89 стран. А, я где-то тоже читал, что будут игры по 21 виду спорта и разыгрывать будут 97 комплектов медалей. О, золото. Нужно больше золота. Итак, как же игры кочевников без главного зрелища в казах кресли. Мы во дворце имени Ушкемпырова. Это дворец единоборств. Да, так что будем наблюдать единоборства. Кстати, хазарка Руси – это не просто борьба, это национальный спорт, где сила и ловкость играют решающую роль, так что имею в виду. Кстати, я вот смотрю, кажется, мне так уж и сложно. Ну-ка, давай я попробую. Не думаю, что это хорошая идея. Удачи, брат. У меня просто съемка, мужики. Мне кажется, создали серьезную конкуренцию Олимпийским играм. Правда. И церемонию открытия. Я не видел, но по телевизору смотрел. Но те, кто были, говорят, что лучше, чем вся Олимпиада. Знаете, что больше всего поражает и радует? Это то, что огромное количество иностранцев приехали. Очень много, и правда. И у них у всех восхищение от Казахстана, потому что они все думали, что Казахстан – это юрт и степь, и все, в принципе. У вас все в национальном стиле, прокомментируйте. Что на вас? У меня шапан от бренда Султан Хан. Также у меня есть футболка. Это я сегодня, кстати, вот на ауле взял. Здесь написано Аскпа. Волшебное слово. Вот если всю жизнь делать Аскпа, тогда точно все получится. Все будет нормально. И вообще, мне кажется, что вот игре кочевников, они объединили всю Центральную Азию, потому что и Кыргызстан, и Узбекистан выступают, Таджикистан, Туркменистан. Поэтому передаю всем привет. Я знаю, что у нас есть много зрителей, которые смотрят нас из Кыргызстана, из Таджикистана, из Таджикистана. Тоже болеют за Казахстан, за победы Казахстана. Так же, как и мы за них тоже. Их тоже поддерживаем, если видим, когда они выступают на международной арене. Вот. Поэтому всем передаю большой привет. Рахмеш, что смотрите. Не забывайте про лайки. И подписывайтесь на Випроект и на Паджак Казахстан. Я хотел бы стереть память и оказаться снова здесь, чтобы попробовать эту еду, люди, иностранцы. Как это круто все-таки. Да, правда. Друзья, наш выпуск на этом подходит к концу. Всемирные игры кочевников показали богатство культуры и традиций кочевых народов. И научили меня, что бороться с профессионалами не моя сильная сторона. Зато ты научился натягивать сетиву, бороться с большими борцами и, наверное, получил своего хищного попугая, да? Да-да-да. Ну, после этого выпуска я по-любому запишусь теперь на борьбу, потому что не хочу так позориться больше. Да-да. Друзья, чтобы все это увидеть, смотрите наши будущие выпуски, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайки, пишите комментарии. И помните, что мир кочевников полон богатства и сюрпризов. До скорых встреч. Пока.